Ну, в этой торжественной ноте, наверное, все, да? Настолько короткую какую-то заключительную ноту? Ну, короткую заключительную. Короткую я уже спел пробил. Вот. Так, что ж такого, короткую? Ну, разве что опять из Федосового что-нибудь вспомнить? Мой второй куплет лучше, который ты... Второй куплет? Давайте факультативно. Вот. Так. Так. Была у меня короткая песня. Но я ее не помню. Давайте я вам прочитаю стихотворение, какое будет лучше. Я просто новых песен в последнее время не пишу. И в качестве оправдания собственного разделяю, что прочитаю такое стихотворение. Тоже старое. Песня пишется трудно и долго. Только солнце, глядящее в окна. Лишь узоры, покрывшие стекла, Знают тяжесть этого долга. Скоро улицы вновь намокнут. Белый снег станет серым и блеклым, И весна дыханием теплым вскроет лед, Распахнув нам олут. Скоро лето, сверкнув лучами, Понесет в безумные дали И устроит бурю в стакане С горьковатым вокзальным чаем. Радость встретится там, в бедали. Ты безвременно дик и странен, Видишь жизнь, словно на экране, В ней участия не встречая. Скоро осень, обдав прохладой, Распахнет оконные рамы, С глаз сорвет духоты повязку, И, взлетая, откроет взгляду Синевы тончайшую ясность, Небо светлую панораму и листвы, Золотистость падать на ступени у двери храма. Скоро колокол чистым звоном Оборвет твой сон ранним утром, И встревоженный ты взглянешь, Как припорошенный снегом крыши. За год стал ты честнее немножко, Может, даже чуть более мудрым. Песня звякнет в мозгу камертоном, И тогда ты ее допишешь. Аплодисменты.